На странице романа будут вам читать артисты Каренина шоу и индийные лица города, я думаю, что вы их узнали. И точно так же Анна Каренина, ну все знают, ну как бы так, по касательной, куча версий существует, куча фильмов, да. Я посмотрела старый фильм, подумала, какой, какой противный Каренин, боже, это какая-то ужас, какая она разворачивалась, а Вронский, ужас, 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 ужас. Потом, когда возвращаешься в более позднем возрасте к этим страницам, просто, ну, открываешь совершенно, входишь в другую реку, да, открываешь совершенно другие истории, совершенно другие ощущения. Ай, как ужасно, утвердил себя Степан Варкадич, и ничего не могла думать. И как хорошо все это было до этого, как мы хорошо жили. Она была довольна, участвовала с детьми, я не мешала ей ни в чем. Она знала все эти приемы, и все они были ей отвратительны. Одно честолюбие, одно желание успеть. Вот все, что есть в его душе, думала она. А высокие соображения, любовь к просвещению, религии, все это только орудие для того, чтобы успеть. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве, и что на каждом постоялом дворе случайно сошедшие люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Аблонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар ушел еще вчера со двора во время обеда. Черная кухарка и кучер просили расчеты. Что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие. Говорила себе Анна, не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что эта нынешняя особенная словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Один из умных людей, принадлежащих к этому кружку, называл его совестью петербургского общества. Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет. Свет балов, обедов, блестящих туалетов. Свет, державшийся одной рукой за двор, чтобы не спуститься до полу света, который члены этого круга думали, что презирали, но с которым вкусы у него были не только сходные, но одни и те же. Связь ее с этим кругом держалась через княгиню Бетти Тверскую, жену ее двоюрного брата, у которой было 120 тысяч дохода, и которая с самого появления Анны в свет особенно полюбила ее и говорил ей, когда мог, о своей любви. Она ему не подавала никакого повода, но каждый раз она встречалась с ним. В душе ее загоралось то самое чувство оживления, которое нашло на нее в тот день в вагоне, когда она в первый раз увидела его. Она сама чувствовала, что при виде его радость светилась в ее глазах и морщила ее губы в улыбку. И страсть его кани, которая охлаждалась ему, казалось, в последнее время, теперь, когда он знал, что она всегда потеряла ее, стала еще сильнее, чем была когда-нибудь. Он увидал ее всю во время ее болезни, узнал ее душу, и ему казалось, что он никогда до тех пор не любил ее. И теперь-то, когда он узнал ее, полюбил, как должно было любить, он был унижен перед ней и потерял ее навсегда, оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Субтитры сделал DimaTorzok